добрый вечер дорогие отцы и братья сестры матушки мы с вами продолжаем лестницу степень 7 о радостно творном плаче вообще вот мы с вами лестницу изучаем и тут многие такие сведения такое учение особенно которая совсем не принимается протестантскими учителями и теми кто теми из православных богослов или священников которые тоже идут в русле такого протестантизма некого легкого облегченного христианства который не углубляется в писание святых отцов и для них многое что здесь в лестнице написано неприемлемо они учат о радости христианства о том что со христом надо только радоваться бросаться в объятия христа вот и один из богослов таких православных говорит а вы не боитесь быть опаленными в этих объятиях то есть надо исправить сердце свое очистить от грехов страстей и частности в лестнице и говорится как каким образом от каких страстей можно очищаться с божьей помощью и степень 7 о радостно творном плаче она тоже совсем не укладывается в это легкое такое богословие протестантское зачем плакать казалось бы христос пришел такая радость надо радоваться но все-таки плакать необходимо поскольку это есть выражение покаяния а пока я не это возвращение богу и видите как интересно называется эта глава о радостно творно плач то есть о том плаче который потом притворяется в радость об этом сегодня поговорим что же такое плач плач по богу есть сетование души такое расположение болезненного сердца которая с иступлением ищет того чего она жаждет и не находя его с трудом за ним стремится и горько рыдает след его или иначе плач есть злотое жало уязвлением своим обнажающая душу от всякой земной любви и пристрастий и на зида на зи ранее сердце святою печалью водруженную то есть особое состояние сердца сердце которое болезнует о самой главной нашей проблеме о том что сегодня мы разлучены с нашим богом что сегодня между нашим возлюбленным богом и нами есть медная стена наша упрямая воля испорченная грехом наше страстное состояние которое не позволяет нам общаться с богом так как общаются святые и об этом душа христианская должна плакать плачем очищается она от этих страстей видите написано расположение болезни на сердце но некоторые святые сравнивают это состояние если взять из мирского опыта с тем когда жених расстанется с невестой или невеста с женихом и вот они плачут воспоминая такое общение вспоминаем эту любовь они вот скучают друг по другу и ничто их не может утешить пока они вновь не будут лицезреть друг друга и так в возвышенном таком понимании можно нужно приложить это иносказание собственно к плачу об этом если кто читал силуана афонского очень много пишет скучая душа моя о господи и слезно ищет его умиление есть непрестанное мучение совесть которая прохлаждает сердечный огонь мысленную исповеди пред богом исповедь есть забвение естества как некто забыть снести хлеб свой вообще как святые говорят первый дар от бога молящемуся человеку это внимание в молитве то есть уже ум наш не бегает и там и сям а пребывать в словах молитвы мы думаем именно о том о чем молимся или о том кому мы молимся а второй дар это умиление он уже от внимания человек приходит в умиление от слов этих произносимых молитв пишут умиление есть непрестанное мучение совесть которая прохлаждает сердечный огонь мысленную исповеди пред богом то есть человек видя согрешение свое видя страстное свое состояние осознает что это препятствие к богообщению плачет об этом и исповедует пред богом свои согрешения и вот это состояние как здесь пишется возвышает человека над естественными потребностями когда царь давид плакал о грехах своих то он забывал даже и вкушать трапезу покаяние есть бескорное отвержение всякого утешения телесного то есть из предыдущего из предыдущего из предыдущей мысли следует что когда человек находится в таком сетване в покаянии то он не заботится особо о утешении телесном и отвергает это можно еще знаете сравнить когда допустим ну бывают трагические случаи мама потеряла детей своих допустим что-то случилось или в огне сгорели или авария и вот у нее такой плач скучание по этим детям сетвание горе что ей кто-то предлагает даже интересное утешение что-то вкусить или присесть отдохнуть она рыдает рвет волосы на голове и на гробике это может рыдать не обращая внимание что она не ела не спала давно уже то есть уже не заботиться о каком-то утешении телесном комфорте свойства преуспевающих еще в блаженном плаче есть в одержании и молчании уст преуспевших это безгневие и не по метазлобе а совершенных плач смиренно мудрия жажда бесчесть произвольная алчба невольных скорбей не осуждение согрешающих милосердие превыше силы достойно одобрения первые достохвально вторые но блажены алчащие скорби и жаждущие бесчесть ибо они насытятся пищей ненасыщаемыми вот здесь особенно много неясности для людей такой как я сказал облегченной версии христианство как можно жаждать бесчестия что это такое они думают это какая-то ненормальность но на самом деле православные отцы святые учат нас что перенесенные внешние бесчестия они очищают нашу душу от тщеславия от гордыни от привязанности ко всему земному в русском языке есть такая еще поговорка тогда человек строго делал замечание как будто высказывает потом говорит ох я его прочистил вот ну конечно по нашему учению только старшие могут так делать заботясь об очищении не вымещая свой гнев не действуя по страстям а заботясь о исцелении немощных младших братьев но тем не менее вот говорят когда отругал кого-то я его прочистил и на самом деле это так и еще важно написано произвольная алчба ну то есть как и жажда алчба невольных скорбей то есть такой человек человек который плачет о своих грехах видит свои грехи он считает себя недостойным какие-то милости божьих и когда свалится на него какие-то скорби это и гонения это и клевета осуждение других людей то он принимает это как должное он даже видя пользу от них для приобретения смирения он с жаждой принимает их с алчбой с жаждой для многих я говорю современных людей это немыслимо как так можно стараются люди всячески избежать всякой клеветы и бесчестия а тут говорится что совершенное в плаче стерживает смиренно мудрие в жажду бесчестия произвольную алчбу невольных скорбей проходящих скорбей церковь церковь болезни 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 сердца стерживает себе состояние плача молиться долго об этом Богу и получает бывает святые многие получали дар плача по молитвам Божьей Матери и вот получивший должен теперь беречь себя вот всякого смехотворства чтобы не оскорбить этим божьего дара чтобы не потерять этот дар источник слез после крещения больше самого крещения хотя сие слова и кажется несколько дерзким то есть конечно мы говорим что велики воды крещения великого таинства крещения но здесь мысль такая кресть это обычно ну сейчас вот и уже сделанность началась младенчиков в этом нет никакой его заслуги или трудов скорбей перенесенных вот а когда человек имеет источник слез это уже его духовный труд это он находится в подвиге и вот поэтому здесь больше проявляется его личность его стремление к богу и поэтому источник называет слезы источник слез после крещения больше крещения ибо крещение очищает нас от прежде бывших зол а слезы очищают грехи сделанные и после крещения крещение приняв младенчестве мы все сквернили его а слезами снова очищаем его если бы человеколюбие боже не даровала нам он их то поистине редки были бы и едва обретались бы спасающиеся то есть в основном люди спасаются слезами покаяния воздыхание наше и сетование вопиют ко Господу слезы происходящие от страха ходатайствуют о нас а те которые от всесвятой любви являют нам что моление наше принято конечно когда человек впадает в большие грехи и приносит покаяние он плачет понимая что за такие грехи ему в ад это страшно и человек хочет избавиться от адских мучений и взывается слезами Господа и это хорошо но это конечно еще первые слезы как мы с вами говорили есть в духовной жизни состояние раба который расширится мучением и поэтому молится Богу а здесь еще говорится о состоянии сына слезы которые от всесвятой любви они являют что моление наше принято что нам причины грехи что Господь слышит нас мы имеем дерзновение если ничто так не согласно со смиренно мудрим как плач то без сомнения ничто столько не противится ему как смех то есть смех прогоняет плач смех прогоняет настоящее духовное состояние но конечно мы помним с вами когда преподобный Серафим Саровский подбадривал своих послушников духовных чат мы помним особенно когда несколько шутил преподобный Авроси старец Оптинский конечно делали они опять это с целью немножко вывести человека из уныния из отчаяния привести его опять же к духовной жизни вот и потом учили конечно и слезам покаяния учили но иногда проявляли такое остроумие что тоже допустимо опять же для цели врачевания тут вспомнилось как старец сам Роси Оптинский однажды он же лет сорок пребывал на надре болезни и так возлегает весь в немощи тяжело ему очень на одном бачке слушает очередного человечка пришла раба божия Елена на коленочках каялась перед ним но он увидел что у нее покаяние не очень такое глубокое потом он встал со своего кроватки пошел в середину кели встал она так за ним она на коленочках стояла за ним стал поворачивать смотреть на него вот он вводил руки вверх и она видела такое видение что он весь превратился в свет столб огненный и ушел как бы в небо при этом даже крыша кель раскрылась и она видела как он как огненный столб молится Богу он так помолился какое-то время потом ручки опустел опять все закрылось и он говорит вот Елена что может покаять показал ей чтобы она более усердно приносила покаясь в грехах с усилием держи блаженную радостную печаль святаго умиления и не переставай упражняться всем делом пока оно не поставит тебя выше всего земного и не представит чистым Христом то есть говорится что нужно употреблять усилия то есть понуждение то есть это подвиг держать блаженную радостную печаль как говорится нужницы восхищают царствие Божие кто понуждает себя к добродетели кто понуждает себя к борьбе со страстями тот и наследует вечное царство и тут говорится чтобы конкретно об этой добродетели что надо управлять усилия чтобы держать уваженную онную радостную печаль святаго умиления не переставай воображать и вспоминать бездну темного огня немилостивых служителей судью немилосердного и неумолимого бесконечную глубину преисподнего пламени и тесные сходы в подземные места ужасные пропасти и другое сему подобное чтобы гнездящаяся в душе наша похотливость истребилась великим страхом и душа соединилась с нетленной чистотою и приняла в себя сияние невещественного света блестающего пачек всякого огня святые говорят что в будущей жизни огонь как бы разделится свет уйдет в рай а жар уйдет в ад поэтому здесь говорится бездну темного огня опять вспомним преподобность луана афонского он пытался молиться богу чистую молитву но бесы мешали и каждую ночь когда он стоял на молитве бесы наполняли всю келью и он все таки старался на них не обращать внимание молился богу потом так устал сильно уже и стал звать к богу господи почему мне бесы мешают а перед этим он еще стал поклониться иконе христа спасителя встал своего стульчика но не смог поклониться потому что перед ним стал самый главный бес чтобы принять поклон тогда преподобный сел опять на свой стульчик и возопил в глубине своего сердца господи хочу я чистым умом молиться но бесы не дают мне этого тогда господь ему отвечает тоже так вот в уме гордые всегда так страдают тогда преподобный он говорит господь научи меня как смириться мне и господь ему отвечает держи ум твой во аде и не отчаивайся и здесь говорится видите не переставая воображать но единственное что не надо понимать что включать воображение а просто вспоминать и знать и помнить вспоминать учения что грешным людям предстоят адские мучения а именно развивать воображение ни в коем случае нельзя это запрещается кстати у католиков это распространено и один из их святых на самом деле прелестных людей не помню по моему Игнатий Игнатий Лайола говорил что я когда захочу могу вообразить и ад и рай и прямо картинки у него плыли но этого нельзя тут бесы помешиваются так вот здесь говорится что мы помнили помните о памяти смертной говорили помнить что нам предстоят мытарство и возможно предстоят адские мучения если мы недостаточно будем жить в молитве в покаянии в чистоте это надо помнить но не отчаиваться не отчаиваться и вот этими мыслями о смерти о похождении мытарств о будущем мучении они отрезляют человека в то время когда страсти похотения чревогодия различные другие они омрачают душу вот отрезляется душа именно вспоминанием о вечной жизни на молитве стой с трепетом как осужденный преступник стоит перед судьей чтобы и тебе и внешним видом и внутренним устроением угасить гнев праведного судьи ибо он не может презреть душу удовицу предстоящую ему с болезненным чувством и утруждающую не утруждаемый бог конечно здесь говорится о том что и в храме нужно стоять с благоговением смиренным видом но некоторые злоупотребляют этим советом и ну слишком стараются внешне показать что они великие молитвники более глубокие поклоны делают чем все оденутся такое все черное молитвенное прихожанки такие бывают вот недавно в храме молились она слишком накусерна кланяется но не должно быть смиреннословия или таких действий на показ все таки опрятный человек должен выглядеть с благовением ко всему относиться это достаточно а выделяться особенно не стоит и внутренним устроением как и внешним своим видом угасить гнев правильного судьи то есть должно быть соответствие между внешним и внутренним кто приобрел душевные слезы тому всякое место угодно к плачу а у кого дело не только внешне тому всегда надо будет избирать приличные места и положения как скрытые сокровища не только подвержены хищению сколько лежащих на то же еще так должно разуметь и о вышесказном то есть говорится кто стяжал такое уже умиление в сердце у кого сердце уже плачет тот человек внешне это никак не проявляет и с внутренним плачем везде ходят и в келье и в храме на общественном богослужении и в беседе с людьми он все время предстоит умом и сердцем пред Богом покаянным чувством а те которые еще новоначальные которым именно внешне больше проявляются слезы то им надо конечно уже беречься чтобы не тщеславиться этим соответственно удерживаться от таких явных слез в людных местах на службах особо не рыдать а уже в келье затворившись в келью предстать пред Богом в тайне не подражай погребающим мертвы которые то плачут по них то ради их упиваются но будь подобен узникам в руках в рудокоптнях ежечасно получающим удары от приставников действительно мы многие из нас были на похоронах и к сожалению такое есть что они вроде сначала скорбят а потом пируют упиваются и даже забывают зачем пришли вот заменяют своим уже таким разгольным поведением сетованием вот и здесь говорит что не надо ему подобляться то есть в храме или на молитве печальны а выходим и сразу и смеемся и все не надо делать а надо подражать узникам которые ежечасно получают удары от приставников но скорби внешне у нас не ежечасно бывают а вот удары от мысленных врагов конечно мы ежечасно испытываем и надо быть всегда на чеку в ровно таком состоянии кто иногда плачет а иногда наслаждается и говорит смешной тот вместо камней бросает хлебом на пса сластолюбие по-видимому он отгоняет его но самым делом привлекает его к себе то есть говорится о том чтобы вот не заниматься комедиями не смехотворствовать потому что слабо совмещается делание покаяния и смехотворства особое сетуй внутренно но не высказываясь а углубляясь в сердце свое ибо бесы боятся сетывания как тати псов ну очередной раз говорится о том чтобы этот подвиг плача в грехах нести тайно чтобы не высказываться на людях чтобы не хвалили нас за то что мы плачем не на брачный пир о друзья не на брачный пир мы приглашены но призывавший нас сюда поясни призвал на плач о самих себе то есть господь сказал мире скорны будете но дерзайте я победил мир господь сказал покайтесь плачьте о грехах свои божены плачущие якоти и утешатся вот горе вам смеющимися ныне то есть вот слова нашего владыки господа некоторые когда плачут безвременно понуждают себя в это блаженное время не имеют совершенно никакого помышления не разумея того что слезы без помышлений свойственны бессловесом естеству а не разумному слеза есть порождение помышлений а отец помышления есть смысл и разум то есть с той лестнище он говорит что видимо был некоторые так учили что когда плачешь ни одной мысли не должно быть ни хорошей неплохой он говорит это неправильно слезы должны быть осознанные человек должен плакать именно о своих грехах о своем состоянии греховном не просто ни о чем и он говорит что разум и смысл должны родить мысли а слезы должны рождаться от этих покаянных мыслей то есть все должно быть подвиг проходить надо разумно это душа наша личность наша получает развитие когда мы все разумно делаем ложась на постель воображая твое воздержание во гробе некоторые мы знаем и гроб имели для этого святые и будешь меньше спать то есть не услаждаться опять же сном а вот помышлять о смерти когда сидишь за столом приводи себе на память плачевную трапезу червей и ты будешь меньше наслаждаться ну то есть что в итоге все черви сидят когда пьешь воду не забывай о жажде в пламени не угасаешь и без сомнения не понудишь самое свое естество в общем сказать в этом пункте говорится о украшении своих пожеланий страстей вожделений путем соответствующих мыслей о вечных мучениях о смерти о червях адских о пламени не угасающих и такие помышления они как раз угошают наши страсти вожделения спасают человека при честном бесчестии досаждении и выговоре от настоятеля представим себе страшный приговор онога судьи и всеваемую в нас безрассудную печаль и огорчение без сомнения посечем кротость и терпение как обоюдо острым мечом что такое до 100 честное бесчестие ну видимо это такие выговоры когда настоятель делает с тем чтобы спасти человека от чего-то его избавить вот и говорится что правильно принимать эти выговоры представляя что слушаем приговор от бога от судьи и вот как люди многие говорят вот я расстроился на меня накричали вот а здесь говорится что эту безрассудную печаль от выговоров и всякое огорчение нужно посекать кротость и терпение как обоюдо острым мечом ну ну как еще оптинские учат со смирением и самоукорение нужно принимать все скорби и выговоры в том числе так мы здесь с вами приостановимся на двадцатом пункте благодарю за внимание за внимание